На телеканале Юганск время новостей. Здравствуйте! В студии Дарья Лунькова и в начале коротко о главном в этом выпуске. Все в штатном порядке. В России завершается второй день больших выборов. Пожар на мостотряде обошлось без пострадавших. Когда начнутся тренировки, в спортшколе «Сибиряк» прошел плановый осмотр здания. В Нефтьюганске завершается второй день голосования. Напоминаем, что горожанам предстоит выбрать депутатов Городской, Окружной, Тюменской областной и Государственной думы. Голосование продлится до 19 сентября. Избиратели ждут на участках с 8 до 20 часов. Найти свой избирательный участок можно несколькими способами. Дистанционно, на официальном сайте Центрального избиркома или портале госуслуги, перейдя по соответствующим баннерам. На этих онлайн-платформах можно найти и краткую информацию по кандидатам. Многие из нефтьюганцев ознакомливаются с ними именно заранее, чтобы, придя на избирательный участок, не растеряться. Много достойно. На самом деле эти выборы сложные. Надо было прочитать программы, выбрать своего кандидата и проголосовать. Тут, в принципе, ничего сложного нет, но час на это выйдет. По информации, на 15 часов дня 18 сентября на выборах проголосовали 36,5% нефтьюганских избирателей. Всего в регионе выполнили свой гражданский долг более 316 тысяч человек. Среди них и еще действующие депутаты различных уровней, полномочия которых закончатся в конце сентября, когда им на смену официально вступит уже обновленный состав. Это очень важно сделать человеку выбор свой. И нам с этим выбором жить 5 лет. Каждый из нас должен отдать свой выбор. Отдать действительно достойному кандидату. Учитывая, что нефтьюганское – это третий в повеличении город в Югре, я считаю, что именно наши голоса повлияют на общую картину и в Госдуме, и в областной, и в окружной Думе. Каждый из 52 избирательных участков города находится под круглосуточным видеонаблюдением и охраной. Напомним, что завтра стартует финальный третий день выборов. Отдать свой голос можно будет в том же графике с 8 утра до 8 вечера. После чего специалисты приступят к подсчету голосов. Юганск. В первый день голосования было зарегистрировано 6 обращений от наблюдателей. Грубых нарушений, влияющих на итоги голосования, не обнаружено. Всего в Нефтьюганске службу несут 128 общественных наблюдателей. По несколько человек на каждый избирательный участок. Напомним, всего в Югре за ходом голосования следят 1700 независимых общественных наблюдателей. Они приходят на избирательный участок к самому открытию и не покидают его, пока все бюллетени не будут опечатаны всей в пакетах. В этом году нам правительство Российской Федерации доверило очень важную миссию наблюдать за легитимностью и прозрачностью многоуровневых выборов. И поэтому считается общественное наблюдение очень важным процессом за ходом голосования. По всем шести обращениям отработали активно общественное наблюдение вместе с нашей территориальной избирательной комиссией. Фактов грубейших нарушений, которые бы повлияли на исход выборов, не обнаружено. Предварительно летом все наблюдатели прошли обучение по программе Ассоциации независимый общественный мониторинг. И уже сегодня за каждым участком закреплено по два человека. Существует резервный состав, который вступает в смену в случае непредвиденной ситуации. У нас каждый день разное количество, потому что они меняются, добавляются. Завтра, скорее всего, заключительный день выборов, завтра будет, скорее всего, побольше, потому что будут подводиться итоги. Людей не пугает пандемия, поэтому люди идут очень активно. Мы поняли, что они хотят отдать свой голос и идут на выборы и голосуют. В 2018 году опыт общественных наблюдателей ЮГР был признан одним из лучших по итогам президентских выборов. Поэтому в этом году окружные власти пошли дальше и открыли центр общественного наблюдения, который 24 часа в сутки находится на связи со всеми избирательными участками ЮГРы. Это общественники, которые просто по велению зов и сердца решили наблюдать. Будем так говорить. Наблюдать за чем? За тем, чтобы выборы проходили согласно законодательства, чтобы не ущемлялись права избираемых и избирателей. Мы следим за тем, чтобы все правильно проходило с точки зрения закона. Стоит отметить, что на всех избирательных участках приняты необходимые меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Участникам выдают средства защиты и измеряют температуру. Алина Ширина, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». В первый день голосования в ЮГРе возникли две нештатные ситуации на избирательных участках. Произошли они в Нижневартовске и Урае. Об этом сообщил окружной избирком. Первый случай произошел на 623-м избирательном участке в Нижневартовске. Члены участковой избирательной комиссии ошибочно вычеркнули кандидатов из бюллетеня по муниципальным выборам. В итоге были забракованы голоса первых 50 человек. Вторая ситуация произошла в Урае, где не заработали комплексы обработки избирательных бюллетеней. Там у нас два КАИБа не стартовали работу в 8 утра. Это было сделано по рекомендации технической службы поддержки, которая дала нам совет дополнительно провести тестирование и запустить уже со стопроцентной уверенностью готовый КАИБ. Помимо этого были случаи с плакатами кандидатов, которые не разместили либо повесили не в том месте. Также председатель избиркома отметил, что 31 тысяча югорчан прошло досрочное голосование из труднодоступных местностей округа. Центр общественного наблюдения подвел итоги первого дня голосования. Никаких грубых нарушений не выявлено. Были лишь обращения самих избирателей. Пришел избиратель и попросил бюллетень только на голосование бюллетеней в Государственной Думе. То есть был прямой вопрос, и в том числе он обратился, и для нас это очень важно, что он обратился как раз к независимому наблюдателю, чтобы уточнить, а может ли он сделать так, что сделать шаг сегодня проголосовать только на уровне Государственной Думы, а завтра, например, прийти за остальным бюллетенем. Да, действительно, это возможно. В течение дня в Центр обращались за помощью по организационным вопросам, юридическим и техническим взаимодействиям. По итогам первого дня голосования свой выбор сделали 230 тысяч человек, что составляет почти 20% от общего количества голосующих югорчан. Алина Ширина, телерадиокомпания «Юганск». Второй день выборов проходит в штатном режиме. На избирательный участок номер 239, что расположен в 12 микрорайоне, уже с самого утра много желающих проголосовать. Почему нефтеюганцы решили воспользоваться своим избирательным правом, расскажем далее. Татьяна Николаевна много лет занималась подготовкой к выборам, работая председателем избирательной комиссии. На себе ощутила этот труд при проведении голосования. Молодцы. Ну, вы еще держитесь, как завтра будете держаться. Сутки не спать. Объем работы огромнейший, столько бюллетеней. Конституция Российской Федерации дала нам такое право, как избирать и быть избранными. И я, как законопослушный гражданин, пришла со своей семьей и сделала свой выбор. Если вы не чувствовали ответственность, наверное, вы не приходили на выборы. Голосуем всегда. На каждом участке работают мобильные группы, оказывающие помощь пенсионерам и инвалидам. Давайте я возьму. Пойдемте голосовать. Также выделены специальные зоны для наблюдателей. Один из них, несущий службу на 239-м участке, признается. Что-то интересный опыт. Нефтеюганец, как все, прошел специальное обучение и готов обеспечивать прозрачность голосования. Хочется проследить за правильным голосованием, чтобы не было нарушений на избирательном участке, чтобы не было подтасовки. В основном порядок, нарушений нет, все проходит в штатном режиме. Надежда Никитична, волонтер от соцзащиты, ранее принимала участие в помощи проведения голосования за благоустройство дворовых территорий. Чувствует ответственность за свой город и его жителей, поэтому всегда вносит свой вклад в подобные мероприятия. Сегодня здесь, потому что я как волонтер должна быть здесь. Завтра я пойду голосовать в 13-ю школу по обеспечению жительства. Как мне идти? Я же пенсионерка. Хочу, чтобы мы жили лучше и буду выбирать партию, на которую буду голосовать. Алина Ширина, Евгений Трофилов, телерадиокомпания «Юганск». Сегодня в районе часа ночи в мостотряде, который находится неподалеку от 17-го микрорайона, произошло возгорание. Дом ранее был жилым, но на момент возгорания внутри никого не было, так как по этому адресу программа по расселению аварийного фонда уже реализована. Поэтому происшествие обошлось без жертв и пострадавших. Пожарные оперативно отработали заявку. Причины возгорания еще устанавливаются. Тренировки в спортшколе «Сибиряк» возобновятся в следующем году. Недавно на объекте прошел плановый осмотр. В нем приняли участие представители комитета спорта, сотрудники УКС, подрядчики, а также тренеры и воспитанники школы. Капитальный ремонт в «Сибиряке» начался в феврале прошлого года. В здании заменили кровлю, фасад, инженерные сети, усовершенствовали систему вентиляции и пожарной безопасности. Помимо этого, в многофункциональном спортивном зале заменили обычное освещение на специальное энергосберегающее, а напольное покрытие на современный паркет с амортизирующим основанием. Чтобы он прослужил дольше, его покроют в несколько слоев лака. Паркет постелен, вы видите, да, циклевка первая сделана, осталась шлифовка и семь слоев лака. Официальный срок окончания работ – 31 декабря текущего года. Отставания от графика не наблюдается. 31 декабря – это не значит, что спортсмены уже зайдут, потому что после сдачи «Сибиряка» в эксплуатацию будут проходить мероприятия по сертифицированию. И по всем вот этим сопутствующим документам это уйдет, я считаю, что месяца два-три. Сейчас тренировки воспитанников «Сибиряка» распределены по всему городу. Занятия спортсменов проводятся в полном объеме. Однако секции все равно ждут возвращения в родные стены «Сибиряка». Созданы максимальные условия для наших детей. Но мы же понимаем, что и «Жемчужины Югры», основная масса детей, которая базируется именно там, в связи с тем, что проводятся различные мероприятия, мы сталкиваемся с этой проблемой, что мы вынуждены куда-то, где-то переместиться на какое-то время, идем на встречу с образованием, попросим их, они нам дают то зал, это еще что-то. Поэтому мы очень будем рады, если быстрее откроется «Сибиряк». После капитального ремонта в «Сибиряк» в полном составе смогут вернуться воспитанники всех секций, которые занимались здесь ранее. Более того, в спортшколе планируется открытие нового направления – баскетбол 3 на 3. Сейчас он стал олимпийским видом спорта, по-другому это называется стритбол, то есть игра на одно кольцо. Играет в одной команде три человека, то есть 3 на 3. И игра очень динамичная, потому что там практически нет ни пауз, ни замен, там как в классическом баскетболе, ни остановок. То есть все очень достаточно быстро. Для детей как раз, мне кажется, это очень подходит. Основные работы по «Сибиряку» уже подошли к концу. Далее по плану – отделочные. Дарья Лунькова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». В эти выходные мы продолжаем рассказывать вам о ходе голосования и других важных событиях города. Поэтому в воскресенье также в 19.00 смотрите специальный вечерний выпуск новостей в эфире нашего телеканала. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 237747. Всего вам доброго и до встречи в эфире.